Войны в Приднестровье и Карабахе, Грузии и Украине, Сирии и странах Африки. Попытки вмешательства в выборы и референдумы, финансирование правых и левых радикальных движений и мощная пропаганда. Десятилетиями Россия вкладывала миллиарды долларов в создание очагов напряжения по всему миру. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня обсудим, почему Россия так любит хаос и разрушение и приносит ли это ей выгоду. А мои собеседники – директор агентства моделирования ситуации политолог Виталий Бала и политтехнолог Борис Тизенгаузен. И для начала разберемся, почему Россия хочет ввергнуть мир в хаос. Грузия, Украина, Сирия, расшатывание единства Европы, провоцирование энергетического и продовольственного кризисов и многое другое. Почему Путин постоянно пытается создать хаос? Ну я думаю, что на него как бы и есть влияние определенной группы людей, которые его подталкивают. Знаете, в свое время, когда были выборы мэра, и был один из кандидатов, очень богатый, известный на всю Украину, но шансов не было. Я там как бы зам руководителя той партии, которая его выдвигала, спрашивал, ну зачем, вы же понимаете, что мы занимались просто этими выборами, у вас шансов нет. Он мне говорит, Виталий, а если бы ты на протяжении последних лет десяти ездил в бронированную Мерседес с охраной, а тебе каждый день говорил, что самый умный, самый красивый, самый великий, ты бы поверил в это? Не знаю, то есть надо попробовать. Хотя, возможно, скорее всего бы поверил. Я думаю, где-то в этом смысле как бы и Путина был такой путь. Но я вам хочу сказать, с моей точки зрения, там была такая фигура, которую очень уважал Путин, там даже памятник открыли возле МИДа Российской Федерации, Евгений Примаков. Евгений Примаков, он был как раз сторонником вот такой вот мягкой вот этой силы, да, вот влияния Российской Федерации. Пока он был живой и при делах, вот он сдерживал вот эту группу товарищей, которая вот, ну, могла влиять и сейчас, в принципе, влияет. Да, вот она подбрасывает, как бы, да, вот поленья, вот этот костер тщеславия, величия Путина. Да, пока был Примаков, он, наверное, их там за ухо выводил из этой комнаты и не давал им подбрасывать эти поленья, потому что это был, ну, в тех кругах, тем более, да, вот спецслужб, авторитетнейший человек. Включая, да, он там личный друг Саддама Хусейна. Ну, короче, очень такой серьезный был ваш ваговик, да, вот не только, кстати, в российской политике, по большому счету в мировой. И вот я, ну, скажем так, почему я это знаю? Потому что в свое время, ну, так сложилась история, у меня даже были разговоры с людьми, которые представляли, как бы, вот его, да, приезжали в Украину, встречались, обговаривались вот эти все разные варианты, когда они очень удивились в свое время, когда вот пропали 3 миллиарда долларов, которые Путину дал Януковичу, чтобы не вступила в Украину в ЕС, они просто пропали. То есть специально приехал человек и, да, как бы встречался, и были там разговоры. И вот в этом смысле вот Примаков как вот не стало, это можно посмотреть, кому интересно, буквально с той даты вы можете увидеть, как началось, вот, скажем, политик и так был агрессивный, но он был таким, то есть он был умный, он реально был умный человек, очень умный. И он понимал, что таким, я так представляю себе, что такими вот прямыми, да, вот наскоками результата не добиться. То есть лучше идти, как это делало всегда, по откупам, да, вот, там частично Медведчук пытался, да, вот эту здесь политику не делает. Но наступил момент, когда видно, в поле не столько было вщеславие и величие набросано в костер, что вот все-таки давайте пойдем самым простым и легким путем. Я думаю, что он выбирает стратегию, исходя из той модели страны, которая ему досталась. А досталась ему империя, ну, до этого была еще большая империя, искусственно созданная, объединение народов и народностей, которые, в принципе, под одним куполом быть не должны быть. Они все разные, они со своей культурой, нельзя унифицировать культуру. Но внутри империи есть еще одна проблема, это титульная нация. Русские, русские, как относятся ко всем остальным, мы прекрасно знаем, и в кинематографе, и в там, ну, когда еще мы смотрели давно российские программы, мы это все видели прекрасно. И, в общем, что в Советском Союзе, что в современной России, империя, она по-другому вести себя не может. Она должна вести себя агрессивно-милитаристски, она должна угрожать соседям, должен быть всегда внешний враг, ну, как все, как в Советском Союзе, да. И народ, который не имеет доступа к богатствам, равноразделенным между ним богатством страны, колоссальным этим, а оно делится между группкой избранных, народ живет плохо и бедно. Вот чтобы народ не роптал, и хоть как-то там немножко каждый раз пытался взбодриться, нужно ему раз в несколько лет подкидывать войну, большую, маленькую, не важно. Вот это величие, империя должна величие поддерживать. А величие можно поддерживать. Либо у тебя великий народ живет хорошо, либо ты кого-то, значит, идешь и нагибаешь. Вот мы великие, мы сейчас всем покажем. Вот так они действуют. Поэтому и при Путине, и после Путина Россия будет воевать. Но она должна разваливаться постоянно. Меньше, меньше и меньше становится. Что дает России провоцирование хаоса и конфликтов в разных странах? Я называл это в свое время как внешняя политика Российской Федерации в контексте использования региональных конфликтов для достижения каких-то своих геополитических задач. То есть, учитывая то, что Россия серьезно ослабла, есть в теории международных отношений такое понятие, как авторитет государства. И там сначала нарезалась раньше территория, количество населения, экономика и вооруженные силы, ядерные, неядерные государства. Сейчас еще много играет информационные составляющие. Культура, кстати, тоже. Поэтому Россия вкладывала миллиарды и миллиарды долларов в эту свою внешнюю пропаганду. По всему миру были разброшены спутник, Russia Today и так далее. То есть, реально Россия начала серьезно-серьезно. Советский Союз еще был. Условно говоря, был биполярный мир, когда это называли, во время Холодной войны. Соединенные Штаты со своими союзниками. Советский Союз, Варшавский договор и так далее и тому подобное. И с момента распада Советского Союза, Россия, по крайней мере при Путине, они пытались жить фантомным величием. Я им когда-то объяснял, что вы не великие, вы большие. Вы перестали быть великими, но остались большими. Хотя достаточно большая часть Советского Союза территории с населением все равно ушла. Если там было за 200 миллионов, то порядка 100 миллионов, условно говоря, ушло. Но вы все равно остались большими, но уже не великие. Но они поступали, говорили и пытались действовать как великие. И это начало давать сбои. Потом, наверное, кто-то умный, я не думаю, что сам Путин, додумался, что окей, если с нами не хотят садиться за стол переговоров на равных, Соединенные Штаты, Европейский Союз, НАТО. Мы создаем проблему, военный конфликт. И учитывая, что там были традиционно, они, как правило, создавали конфликты в тех регионах, где были традиционные интересы Советского Союза. То есть, где Советский Союз вкладывал и силы, где люди из этих регионов получали бесплатные образования, практически руководители определенных стран в Советском Союзе. Когда я учился в Институте международных отношений, это был тогда факультет. У нас, чтобы вы понимали, на курс из 300 человек только 30 было советских. Все остальные иностранцы. Их как бы обучали. И кадры ехали. И там действительно потом люди занимали большие посты в своих странах. В чем-то была Африка, Латинская Америка, это был Ближний Восток и так далее. И поэтому они в этих регионах, имея определенные еще возможности, начали создавать вооруженные конфликты. Такие как бы на большую войну, как теперь уже опять же стало понятно, они не способны. Победные, победоносные. Они начали делать вот такие конфликты по всему. Это даже не по периметру, это по тем регионам, которые для них... Это не только условно страны, которые были в составе Советского Союза. И в этом смысле оно, в принципе, мы помним, да, с ним начали разговаривать. Будем опять... Было время, он был какой-то, да, где-то так в тени. Потом опять он вернулся в большую политику, или высшую лигу, пока не начал войну в Украине. То есть первое там... Они же дошли даже до того, вы помните, да, вот это их требование, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года. То есть это был первый такой у них уже, как бы, я бы так сказал, корона поехала. На самом деле это крыша, да, отвели... Они решили, что они опять великие. То есть они добились определенных успехов вот этими своей такой политикой, разжигания таких региональных конфликтов военных. И вот решили, что время наступило. Ну, ситуация показала, что все. Что касается хаоса, который он подсаживает соседям, например, в виде каких-то территорий, на которые вдруг появляются какие-то ополченцы и непонятные, и начинается там битва и борьба, и российские миротворцы, и потом непонятно кто и как. Здесь все тоже, мне кажется, подчинено одной простой логике. Никто вокруг России, особенно из бывших союзных республик, не имеет права жить лучше, чем россияне. То есть как только вы начинаете немножечко расправляете плечи, начинаются там более серьезные какие-то процессы экономические, торговать начинаете. Вот, например, как Грузия, да, она в один момент начала сильно расти. И в одном шаге была от НАТО и от Евросоюза. Так ведь и было. И не-не-не, раз, нате, получите вам вот эти незаконные территориальные образования, которые всегда можно потом расконсервировать, через них на вас можно. Да и вообще, то есть Россия тогда, проведя эту военную кампанию в 2008 году, она убила фактически развитие Грузии. Потом поменялось правительство, мы увидим прекрасно, кто сейчас в правительстве. Грузинская мечта, еще иначе ее российская мечта назвали. То же самое, то же самое Украина. В какой-то период уровень жизни и прожиточный минимум украинца и россиянина сравнялись. И Украина начала развиваться, Украина начала смотреть туда, в сторону Запада. Нет, нет, вы не будете так, так не получится. Нати вам, получайте. Латвия, Литва, Эстония тоже хотелось бы, но они потеряны, потому что они в НАТО успели вскочить. То есть он бы, может, и хотел, уже бы давно решил вопрос там с Уалтским коридором, еще там как-то загнобил бы эту Латвию бедную, Литву, Эстонию, малюсенькие. Но они в НАТО успели. И вот сейчас мы видим, ну то есть вот эти очаги хаоса, как вы правильно сказали, они создаются там, куда еще пока ручонки дотягиваются. И поэтому страшный сон Путина – это Украина в НАТО. Все, это Украина в НАТО, это потерянная для Путина Украина. И Украина процветающая, Грузия процветающая, это угроза экзистенциальной России. Потому что тогда скажут, а как так получается? Не все скажут. Но часть тех, кто особо телевизор не смотрит в России, скажут, а как так получается? Вот они, значит, там у них Евросоюз, ценности нетрадиционные, геи ходят парадами, НАТО – это там, значит, лаборатории. А они живут лучше нас. Вот уже так, например, говорят про Латвию, Литву, Эстонию. Говорят. А как так? Но никто же не задумывается. Вот поэтому делалось все возможное. И Янукович этот, и так, и сяк, и Медведчук. И опять пытались вернуть потом Януковича. Ну, в общем, нет. Пока Россия вот существует такая, как есть, никто из соседей не должен жить. Ну, те, кто не убежали в НАТО, все остальные не должны жить лучше. То, как мировое сообщество долгие годы реагировало на войны и конфликты, инспирированные Россией, говорит об определенных успехах стратегии Кремля провоцировать хаос. Но способна ли будет Россия и в дальнейшем ловить рыбку в мутной воде? Возможно ли контролировать рукотворный хаос? Есть действительно описаны теории проявления хаосом. Там есть определенный пункт набора. Но все зависит от того, кто главные актеры, участники этого хаоса. То есть, если амбиции этих людей... Скажем так, если участники подобраны неправильно, оно, как правило, всегда выходит из-под контроля. Всегда. И в этом смысле, опять же, все зависит от уровня компетентности организаторов, в первую очередь, и потом, насколько масштабно это. Чем более масштаб, тем тяжелее этим управлять. Это тоже надо четко понимать. А тем более, если их так много, вот этих, как мы говорили, конфликтов, одновременно пытаться все разруливать, это достаточно тяжело. То есть, это должны быть талантливые люди, которые этим занимаются. И опять же, талантливые люди, но, скажем так, на 200, на 1000 процентов, которые готовы не выходить за рамки договоренностей, которые были достигнуты. Если, ну, как правило, ну, это психология человека. Если, человеческий фактор. Потом, когда человек чего-то добивается, он решает, что именно благодаря своим суперзаслугам, ему, как бы, уже никто не указ. И они пытаются играть в какие-то самостоятельные игры. Ну, самый последний хороший пример – это Пригожин. Вот это ярчайший пример вот этого. Как это все делается, чем это заканчивается. Что дало России многолетнее инвестирование в создание хаоса в разных уголках мира? Посмотрите, как они сербов прокачали, да? То есть, Россия, братушки там и так далее. Через православную церковь, там, пожалуйста, вот вам там Болгария, Греция. Это тоже, ну, я имею в виду, по церковной линии существенная, серьезная пропагандистская деятельность велась. Правых подпитывали во всей Европе. Потому что правые – это очень хороший инструмент, они всегда могут выстрелить, они всегда агрессивны. И можно там, значит, вот тебе раз, что-то ты, Макрон, там не так делаешь, на тебе желтые жилеты. Ну, условно говоря, я не говорю, что там России 100% было. На Ближнем Востоке у них получалось. Ну, то есть, особенно с диктаторскими, автократическими режимами у них прекрасно получается. Потому что эти режимы сбиваются в группы, потому что весь мир против них, санкции, там Иран, Северная Корея, ну, понятное дело, Беларусь, Китай, там он немножко иную функцию, иную стратегию для себя рисует. Поэтому у них это получается. Но вот этой войной 24 февраля Путин, он сейчас уже, он не может выйти с той победой, с которой Россия, по идее, для всех, должна была выйти. Ну, то есть, для всего мира, ну, Россия напала на Украину первые недели, мы же помним, прекрасно, все так посматривали, сколько там это сейчас, ну, пару недель, да, три. И не произошло. И всем сейчас понятно, что Россия не победит. Мы до сих пор видим, как в странах, где большинство граждан поддерживает Украину, там все равно есть политики, которые выступают за прекращение, за уменьшение помощи, призывают за мир. Это, кстати, по всему миру. Это есть результаты, да. Вот это, семена были посеяны, вот сейчас зашли. Да, просто ситуация настолько кардинально сменилась. И, слава Богу, ну, давайте будем объективными, как бы это кому-то нравилось и нравилось. Я думаю, что если был бы Трамп президентом, ситуация была гораздо не такой, как сейчас, я имею в виду, который фактически разваливал НАТО и так далее. Когда пришел Байден, совсем все изменилось. То есть прошла консолидация, прозрели, условно говоря, Макрон на смену Меркель, которая, ну, конкретно, да, вот была лояльна к Российской Федерации. То есть были объективные и были субъективные процессы, которые, ну, скажем так, уменьшили результаты и влияние вот этих всех потух, которые были действительно на протяжении селеки. Но, тем не менее, они вот дают результат. Но поведение, с моей точки зрения, и России, и лично Путина, да, вот такое, пренебрежительное к руководителям других государств, когда он мог пообещать и не сделать, да, оно, как бы, опять же, это субъективные моменты. И вот я помню первые месяцы, да, вот широкомасштабного, как бы, вторжения, и когда вот наши, мы освободили Бучу, Репень, и вот эти, увидели все эти ужасы. И, на самом деле, телевидение тут уже, как бы, в первую очередь, тоже СНН в Штатах, да, сыграло, ну, если не решающую, то очень значимую роль для того, чтобы граждане других стран, они увидели весь этот ужас, и реально, как бы, уже просто были в шоке. Мы же помним, что, на самом деле, Германия, она же не хотела нам, ну, военной помощи предоставлять. Они после Второй мировой войны, у них там был пунктик, да, мы не вмешиваемся, мы, как бы, не лезем. И пока, там, ну, я не помню, полмиллиона или миллион граждан возле Брундербургских ворот не собралось в Берлине, да, и реально начали давить с плакатами, и все, и Шольцу некуда было деваться, он должен был принимать решение. То есть гражданское общество, граждане начали давить. То есть вот этого не учли те, кто занимался, да, вот этой всей информационной кампанией по всему миру и так далее, там, партии создания и так далее, и тому подобное. Хотя, опять же, политические партии в определенных странах, определенные политические партии, они все равно продолжают, как бы, ну, в своей риторике, в каких-то своих заявлениях, ну, фактически быть на стороне Российской Федерации, на стороне агрессоров. Ну, еще большую роль, с моей точки зрения, также сыграл вот этот, я бы сказал, как его назвать правильно, вот посещение вот этих всех ужасов, да, которые стали по себе россияне. То есть лидеры стран, которые лично начали приезжать, я думаю, это сыграло для них очень важную личную какую-то, да, вот роль для того, чтобы не принимали решения. Я всегда помню вот Испания, да, вот Санчес, социалист Педро Санчес, молодой, да, премьер-министр испании. Испания занимала достаточно такую, ну, спокойную, да, позицию, вроде бы, как бы там нейтрально-позитивную по Украине, но только он приехал сюда, в Украину, он еще в самолете уже написал все сразу, даем то, даем то. То есть абсолютно все закрутилось. Джорджио Мелони, премьер-министр, да, вот Италии. Все думали, все, правые, да, там Берлускони, друг Путина, который вместе с ней в коалиции, все, ничего не будет. И что? Он, во-первых, сразу заявил, а когда еще приехал, опять тоже увидел, то есть совсем другое. То есть они, как бы, ну, совсем другими, мы их видели и представляли совсем другими людьми. Эта война, на самом деле, она открыла, по большому счету, человечество и конкретных людей. То есть показала все хорошие стороны людей и все плохие. И на самом-то деле, давайте будем реалистами, есть некоторые страны, их руководители, которыми никакой мере никогда не рассчитывали на то, что они могут быть на нашей стороне. И наоборот. Какими могут быть последствия для Кремля такой гибридной войны против всего мира? Путин с себя и Россию, он же был на серьезном геополитическом уровне находился, с ним считались. Он был в клубе сильных мира сего и в клубе диктаторов был. А сейчас его и диктаторы придирают, ну, потому что он уже не управляет некоторыми процессами в стране. И сильные седят и ждут, например, Китай. Тогда ты, наконец, вылезешь от этой войны, потому что то, что происходит с экономикой Китая, это в том числе из-за вот этих вот глобальных турбулентных процессов в мировой экономике и из-за санкций в том числе. Поэтому он не победить не может, не отползти. И допускают, что у него в стране какие-то его, значит, там, пригожины еще и запугивают его своими походами. Ну, в общем, совсем не то лицо, которое было до вот этого полномасштабного вторжения. Потому что после 2014 года все, ну, да, даже по тому, как Штаты реагировали, не вводя ощутимых санкций после аннексии Крыма, было понятно, что в клубе сильных есть негласное правило. Сильным можно чуть больше, чем всем остальным. Ну, его регион пусть там, пусть поиграется, да. А сейчас все. Сможет ли Россия и в дальнейшем, так сказать, мутить воду в своих интересах? Нет. Финансы. За всем стоит финансы. Даже вот когда в свое время, там, несколько лет назад подняла серьезная волна борьбы с офшорами, с офшорными счетами, которые-то на самом деле разведки в свое время как бы начали открывать для того, чтобы иметь ресурсы для выполнения тех спецопераций, я имею в виду американцев, да, которые не проходили через конгресс, через утверждение. Но потом взяли на это вооружение все, в том числе и терроризм. Есть четкая позиция. Если у терроризма международного не будет денег, не будет терроризм. Потому что для того, чтобы, скажем так, кто-то пошел и взорвал себя, он должен знать, что у его семьи перечислены деньги. И так и здесь. Для того, чтобы работала пропаганда, нужны деньги, чтобы за это платить. У них уже таких ресурсов нет. Поэтому, тем более, что в большинстве уже стран Европы все эти вещательные компании, они как бы все лавочкой прикрылись. То есть, их позакрывали. Да, они, наверное, будут пытаться через социальные сети. То есть, как бы это сейчас тоже работает. Ну, посмотрим. Но, я думаю, такого эффекта уже, конечно, не будет. И такого размаха, и такого уровня. Итак, делаем выводы. Провоцирование хаоса способно создать значительные проблемы для оппонента, а иногда даже получить над ним контроль. Поэтому Россия десятилетиями вкладывала миллиарды долларов в войны и конфликты. Но война против Украины стала пробуждением. Те, кто не замечали или не хотели замечать, что за многими проблемами стоит Россия, прозрели. Сейчас предпринимаются значительные усилия по ограничению влияния Кремля. С другой стороны, хаосом по определению сложно управлять. Рано или поздно он выходит из-под контроля и поглощает своего создателя. Что мы, собственно, и наблюдаем в случае с Россией. Ее разрывают внутренние проблемы, которые сам Кремль и посеял. С вами был Константин Игнатьюк. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok